Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня 29 марта и киевское время 19 часов. Итак, обстановка за прошедшие сутки. Ну, в принципе, скажу так, что особых изменений на линии фронта нет. Продолжается позиционная война с интенсивными атаками со стороны российских оккупационных войск. Вот так можно охарактеризовать в общем боевые действия, которые сегодня ведутся на линии фронта. Что касается более конкретно, пройдемся по оперативным направлениям. Но сначала общие итоги суток. 18 авиационных ударов нанесли российские войска по нашим объектам, в основном военным. Три ракетных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокая. Противник сосредотачивает основные усилия или продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Все остается без изменений. Те же самые направления. За прошедшие сутки, но... Есть изменения в цифрах. За прошедшие сутки противник атаковал наши позиции 57 раз. 57 раз отбивали атаки наши силы обороны. Видите, идет тенденция уже третьи сутки подряд идет тенденция к снижению количества атак. Но пройдемся по всем оперативным направлениям. Это Волынская и Полесская, там без изменений. Северская и Слобожанская, там продолжаются обстрелы нашей территории и есть погибшие. Кстати, прошедшие сутки, 28 марта, была обстреляна наша территория и с применением авиации, и есть жертвы среди гражданского населения. Далее противник продолжает сохранять военное присутствие на Слобожанском и Северском направлении. То есть, там есть войска прикрытия государственной границы, но они не накоплены в количестве ударной группировки. То есть, есть несколько батальонно-тактических групп, которые прикрывают государственную границу Российской Федерации. Они иногда ведут беспокоящий огонь и иногда пытаются совершать вылазки в виде диверсионно-разведанных групп с попыткой проникновения на нашу территорию. Мы это пресекаем и наносим, вот здесь уже мы наносим огневое поражение всем, кто пытается проникнуть на нашу территорию. Купенское-Лиманское направление. Здесь противник за прошедшие сутки ввел активные наступательные действия, но они все были безуспешными. Никакого успеха, никакого изменения линии фронта на этих двух направлениях за прошедшие сутки не произошло. Бахмут. Ну, здесь все продолжает оставаться крайне в тяжелом состоянии. Штурмовые действия не прекращаются. Кстати, я так понимаю, что российские войска, можно сделать вывод точнее, российские войска уже начинают метаться. Метаться из стороны в сторону. Но если буквально несколько суток подряд они пытались штурмовать, ну, была, давайте так, была попытка на прошлой неделе попытка с юга атаковать, ничего не получилось. На трассу они выйти не смогли и мы их даже немножко отодвинули от трассы. Потом они переключились на северный выступ и там пытались атаковать. И еще вчера мы говорили, что основные атаки сосредоточены именно на северном фланге, на северо-западе от самого города. Сегодня мы можем констатировать, что основные усилия, скорее всего, враг решил перенести в сам город. Самые ожесточенные бои, самое большое количество атак идет непосредственно в самом городе Бахмут. Идут бои за промзону. Разные источники дают разную информацию. В завод Озом одни пишут, что вроде как под контролем вагнеровца, другие пишут, что нет. Наш пока генеральный штаб официально не комментирует эту ситуацию. Но большинство источников, которые заслуживают доверия, говорят, что бои за эту промзону продолжаются до сих пор. То есть там нет полного господства. Хотя американский институт изучения войны отмечает, что 65% города Бахмут, к сожалению, контролирует российские оккупационные войска. Кстати, в Бахмуте там складывается такая интересная ситуация. Вагнер заканчивается. Они туда бросили наемников, они туда бросили зэков. А так как мы знаем, что больше двух месяцев Вагнерам с Пригожину не дают возможности пополнять зэками, то своих боевиков у него уже практически не осталось. Довольно мало. И численность падает постоянно ввиду больших потерь. То российское командование, это кстати вот то, что я всегда говорил, что то, что там Пригожин делает какие-то заявления, это больше пиар акции. Российское военное командование начало усиливать подразделения вагнеровцев регулярными войсками Российской Федерации. То есть десантники и пехота начинают усиливать действия вот этих вот наемников из таких подразделений, как Вагнер. И вот они уже действуют, совместно действуют в самом городе Бахмут. Ну наши защитники продолжают держать город, мужественно держать, отражают все атаки. Там идут, еще раз повторюсь, очень ожесточенные бои. Но тем не менее мы удерживаем западную часть города, мы удерживаем и бои продолжаются. За прошедшие сутки на Бахмутском направлении противник успеха не имел. Авдеевско-Маринское направление здесь тоже как-то вроде немножко подсдулся противник, потому что за прошедшие сутки, кроме попыток улучшить тактическое положение в районе Водянова и Первомайского, больше никаких особенностей ведения боевых действий российские оккупационные войска не предпринимали. Ну и успеха они тоже здесь не имели. На шахтерском направлении за прошедшие сутки все остается стабильно и контролируемо. Ну можно шахтерское объединить с запорожским направлением. Здесь идут позиционные бои, перестрелки, обмены огневыми ударами и артиллерийские дуэли. Никаких изменений в линии боевого соприкосновения за прошедшие сутки не отмечено. Некоторые российские источники, точнее средства массовой информации, в частности телеграм-каналы, говорят о том, что вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток атак на запорожском направлении. Но с нашей стороны никакого подтверждения этим действиям нету и мне даже трудно прогнозировать, что это были за атаки. На сегодняшний день нет необходимости. Мы уже провели разведку боем несколько недель назад. Я думаю, генштабу это было достаточно. Если бы мы повторили эти варианты, значит генштабу бы это прокомментировал. Так что, ну тем не менее, приятно, когда враги содрогаются и каждый раз говорят, что вот-вот ВСУ готовится к наступлению. Где-то там, где-то бродит в полях несметное наше войско, которое не сегодня-завтра пойдет в контрнаступление. И тогда российская армия, судя по их средствам массовой информации, российская армия, по идее, должна побежать. Раз они так сильно боятся нашего контрнаступления. Ну и остается Херсонское направление. Здесь артиллерийские дуэли. Наша работа по предотвращению развертывания артиллерии для ведения огня по правому берегу. В виде ходят там наши где-то представители вооруженных сил и не дают развернуться российской артиллерии на левом берегу. Хотя мы, у нас нету ни плацдарма и мы не контролируем левый берег Днепра на сегодняшний день. К величайшему, надо отметить, к величайшему сожалению. Но тем не менее, количество обстрелов пока чуть-чуть снижается, но в принципе они продолжают оставаться. Вот такая вот на оперативных направлениях. В общем, как вывод, можно сделать за сутки. В целом, на всех тысячах километрах фронта, существенных изменений и событий за сутки не зафиксировано. Враг глобально несколько сбавляет темп, если в общем посчитать. Видите, вчера было, кстати, почти 70 атак, сегодня меньше 60 атак. Так что не исключает планов, ну при этом российское командование не исключает планов по захвату Бахмута. И не исключает планов по улучшению своего тактического положения в районе, допустим, Кременной и Донецка. А также окружению Авдеевки. Но пока не проявляет такой, я бы сказал, серьезной активности в плане попыток осуществления всего перечисленного выше или ранее. Кроме Бахмута. Бахмута там продолжает обстановка быть на грани критической. Также оккупированные территории. На оккупированных территориях продолжается тенденция к росту медицинских учреждений. Катастрофически у российских войск катастрофически не хватает медицинских учреждений, медицинского персонала. Кстати, они мобилизуют медперсонал. И причем это у них сейчас приоритет номер один. И опять же, они каждую, вот обратите внимание, один-два раза в неделю мы сообщаем новости о том, что там развернут полевой госпиталь, там развернут полевой, там увеличена койка места в полевом госпитале. И вот сегодня опять наша разведка нам сообщает о том, что Беловодск, Луганской области, в местной больнице Беловодска выгнали всех гражданских. И обустроен военный госпиталь на 200 койка мест. На 200 койка мест. И туда уже начали прибывать машины с ранеными. Причем здесь в основном лечат легкие ранения, а средние и тяжелые пытаются эвакуировать дальше, если эти военнослужащие выживают. Потому что, ну, тяжелые, средние и тяжелые ранения, вы же понимаете, что это требует врачебной помощи, требует специализированной помощи, требует соответствующего и персонала, и оборудования, и обеспечения. Так что, вот, также отмечается то, что я вчера говорил про третий армейский корпус, что там дисциплина хромает, причем очень сильно она начинает хромать. И вот наша разведка подтверждает, что 23 марта этого года, это, вот, кстати, подтверждение данных, видите, сегодня 29-е, а за 23-е разведка дает уже точное подтверждение, что это событие произошло, и вот с таким вот результатом. Так вот, 23 марта этого года за отказ выполнять боевые приказы были разоружены, то есть разоружили своих же, и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований «Невский» и «Ветераны». Вот таких у них есть два добробата, 70 человек отказались участвовать в боевых действиях. Их разоружили и привезли. Подобный случай произошел и 25 марта. Выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Абдеевском направлении. Вот такая вот, ну, люди не дураки, они прекрасно понимают ситуацию, и видите, количество, это уже не одиночные дезертиры, которых, я напомню, что дезертирство там тоже выросло до таких масштабов, что их уже отлавливают мобильные группы Росгвардии с применением вертолетов. Это, кстати, началось еще в Херсонской области, и, кстати, эта тенденция продолжается, мы просто давно об этом не говорили, но реально у них усиление, они постоянно добавляют количество Росгвардии на оккупированных территориях, и причем это началось сразу после того, как они сюда пригнали вот этих основную массу мобиков, которых они отмобилизовали, и началось массовое бегство. Вот они таким образом пытаются удержать на позициях личный состав и заставить его идти в наступление. Так что, вот вам два ярких примера, как хромает воинская дисциплина в российских подразделениях. Ну и не можем не отметить урожай, который собрали наши войска, наши силы обороны за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Итак, согласно данных нашего Генерального штаба, за прошедшие сутки наши войска ликвидировали 610 российских оккупантов, уничтожили 7 танков, 6 артиллерийских систем, кроме того, враг потерял одну реактивную систему залпового огня, один самолет. Есть, кстати, подтверждение, в районе Бахмута в час 30 ночи 29 числа, то есть сегодня ночью Су-24 фронтовой бомбардировщик был сбит силами на подразделении наших войск. Далее, 4 беспилотника оперативно-тактического уровня, 5 автомобилей и единицу специальной техники. Вот такой вот урожай собрали наши силы обороны за прошедшие сутки. Ну и финализируем военную часть, это то, что по состоянию на 29 марта, то есть на сегодняшнее утро, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, из них один носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп которого может составить 4 ракеты. Вот такая военная обстановка. Ну а теперь поговорим немножко о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Ну один наш политик сделал такое заявление, политик несерьезный и заявление несерьезное, сказал, что в связи с размещением тактического ядерного оружия в Белоруссии, в Украине необходимо провести усиленную мобилизацию. Давайте так, человек, не буду называть фамилию, человек очень далекий от вообще военных, ну и от Украины тоже, кстати, надо отметить. Так вот, для того, что, причем здесь тактическое ядерное оружие, его размещение и Белоруссия, в Белоруссии, и мобилизация в Украине, которая у нас идет согласно закону Украины о военном положении, которая у нас идет постоянно. Никаких волн, никаких там этапов, ничего нет, нас идет постоянная мобилизация. И Центр рекомплектования вооруженных сил отбирает личный состав по категориям, по военно-учетным специальностям в том количестве, которое необходимо сегодня для потребности сил обороны Украины. Так вот, в результате для того, чтобы развеять все эти, ну естественно начались разные настроения, в том числе и панические, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Федор Венеславский, дал разъяснение, официальное разъяснение. Он выступил и сказал, что усиления мобилизации в Украине не будет, даже если Российская Федерация разместит ядерное оружие в Белоруссии. Он добавил, что все военно обязанные лица могут быть мобилизованы, но нужды в дополнительной мобилизации нету. Это вот то, что я говорю. Все, кто у нас попадает в возрастную категорию от 18 до 65, они могут быть мобилизованы. То есть, если очередь настанет, то под ружье встанут все. Это надо понимать, это закон Украины. Поэтому вот он дал такое разъяснение. Также он объяснил, что в Украине улучшить процедуру мобилизации. Вот то, что было раньше, возникали проблемы и были жалобы на то, что с военкомата попадают на ноль сразу же. Так вот, военнослужащих после призыва на военную службу больше не будут сразу направлять в зону боевых действий. Эти вопросы взяты на контроль. Такого точно больше не будет, сказал депутат. А виновные будут привлечены к ответственности. Об этом заявил член комитета, еще раз напоминаю, кто это сделал. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат Федор Венеславский. Так что вот такая официальная позиция, вот такое официальное заявление. Если где-то еще нарушение есть, пожалуйста, обращайтесь. Вплоть до того, что в комитет по безопасности Верховной Рады, потому что они сделали заявление, что этот вопрос взят на контроль. Что только через подготовку, через учебное подразделение, мобилизованный может попасть в действующую часть, может попасть в зону боевых действий. Следующее. В составе вооруженных сил Украины, ну мы набираем мощь. Вот то, что я и говорил, что все-таки мы наращиваем мясо на костях и набираем вес в плане военной, в плане боевых потенциалов наших вооруженных сил. Если Российская Федерация теряет во всем, то мы наоборот приобретаем. В составе вооруженных сил Украины завершается формирование первых трех ударных род беспилотных летательных аппаратов, которые вскоре приступят к выполнению боевых задач. Они уже получили необходимое количество автомобильной техники, они получили беспилотники, средства связи и другое оборудование. Об этом сообщило Министерство цифровизации Украины. Да, именно это Министерство помогает. И кстати, я так подозреваю, что вот те огромное количество беспилотников, которые нам предоставляет Тайвань, была такая новость, там тысячи единиц будут, и эти беспилотники могут работать в составе РОЯ. Так вот, именно эти роты будут заниматься применением этих беспилотников. Это будут как разведывательные, так и ударные беспилотники для обеспечения прикрытия действия или обеспечения действия наших войск в контрнаступлении. Вот такие вот, это будут глаза, уши и средства огневого поражения врага. Далее, Центр сопротивления при силах специальных операций создал карту, карту лагерей, куда российские оккупанты отправляют наших депортированных украинских детей. Очень нужная вещь, теперь будет, есть понимание, можно в сети найти эту карту, посмотреть. Сегодня, ее как всегда создавали на основе данных открытых источников. Вы же понимаете, что очень тяжело вести разведку на территории врага, тем более в глубине его территории. Так вот, на сегодняшний день только по открытым источникам было обнаружено и нанесено на эту карту 45 детских и 12 милитарных лагерей. Это там, где они содержат как наших детей, депортированных из Украины принудительно, так и взрослых. Их география свидетельствует, что процесс вывоза детей россияне подготовили еще раньше. То есть, эти все лагеря создавались до начала вторжения в основном в приграничных областях. То есть, здесь недалеко от Украины, в европейской части России. Но они не вчера построены. Они построены были заранее. То есть, мы с вами видели программу геноцида, где нас украинцев разделили на 4 категории. Кого в расход, кого в тюрьму, кого на перевоспитание, а кто с хлебом, солью и низким поклоном встречает захватчиков. Вот такая карта теперь существует. Я думаю, что эта карта тоже будет приобщена к международному уголовному расследованию военных преступлений Российской Федерации. И, соответственно, международные организации, которые будут помогать международному уголовному суду расследовать это дело, я думаю, что после нашей перемоги они будут эти места посещать и будут организовывать возврат этих детей и удерживаемых там наших граждан назад на территорию в Украину. Ну и Джо Энтони Блинкен сделал заявление по поводу, вы же видите, Россия не прекращает раскачивать лодку в плане перемирия. Справы Кэпские, как кажется у нас в Украине, на России. Причем очень даже плохие дела. Ну, судя по тому, что начинает творить Путин, он уже начинает действовать, я бы сказал, даже где-то может быть на грани неадекватности. Почему? Потому что, ну вот я бы сказал предположение, что вроде бы как, может быть, Китай и не поддерживал, но при этом и не осуждал там заявление о России по поводу размещения до того же тактического ядерного оружия в Беларуси. Но сейчас, судя по последним вот заявлениям, я вижу, что Россия делает любые усилия, предпринимает, и опять хватается Путин за ядерную дубину. Путин за ядерную дубину хватается, когда все очень плохо. И реально я вижу, что оно действительно у них плохо. В каком плане? Смотрите, они сначала заявляют, что будут ядерное оружие размещать в Беларуси. Потом они говорят, что Путин отдает приказ и выводит ракетные войска стратегического назначения на учение. С чего бы вдруг? Ярсы, комплексы Ярс вышли на учение и сейчас там гоняют эти пусковые по территории России. Это тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. То есть, если с Дальнего Востока, то она покрывает и Соединенные Штаты, если с Европейской части, то весь Европейский континент. Когда начинает Россия играться в такие игры, это при том, что весь мир, и Китай так осудил, правда не сильно, но тем не менее, все категорично против того, чтобы в этой войне вообще шла речь о ядерном оружии. Россия начинает опять махать ядерной дубиной, это говорит о том, что дела очень плохи. И вот эта волна, срочные переговоры. Нам России нужны срочные переговоры, надо останавливать боевые действия, иначе армия может посыпаться. Просто, в буквальном смысле, не то, что ослабнет боевой потенциал, а в буквальном смысле она может посыпаться на поле боя. Так вот, Энтони Блинкин, это глава Государственного департамента, госсекретарь Соединенных Штатов, он сделал заявление, сказал, что мы все должны опасаться того, что может показаться благими намерениями. Например, призвать к прекращению огня, что потенциально приведет к замораживанию конфликта. Ну, естественно, мы знаем, чем заканчиваются заморозки конфликтов, они заканчиваются новой, более страшной войной. Поэтому, вот это вот раскачивание лодки со стороны Российской Федерации, что давайте остановим войну, мы же мирные люди, мы же типа цивилизованные. При этом Россия забывает, и тот же Путин забывает сказать, что зачем же ты ее начинал, если ты цивилизованный человек, если ты мирный человек, то зачем же ты эту войну кровавую начинал. Ну, посмотрим, здесь будем следить, как будут развиваться события, потому что обмен вот этими колкостями, кстати, Вашингтон ответил на российский выпад, помните, да, несколько месяцев назад Путин заявил о том, что Россия выходит в одностороннем порядке, а из-за договора об ограничении стратегических наступательных СНВ-3. Вот, ОСНВ-3, точнее. Естественно, договор двухсторонний. Если одна сторона вышла, то что второй стороне делать в этом договоре, да? Соединенные Штаты сделали заявление о том, что на основании решения Москвы о приостановке участия в договоре ОСНВ-3, а это двухсторонний договор, между Россией и Соединенными Штатами. Вот, они о дальнейшем взаимном сокращении арсенала в развернутых стратегических ядерных вооружениях. Вот, Соединенные Штаты сказали, что они останавливают обмен данными. Они не сказали, что они выходят из договора, но обмен данными о стратегических ядерных силах с Российской Федерации Соединенные Штаты прекращают до возврата России в этот договор. Ну, опять же, это говорит о том, что теперь в открытом доступе никто не увидит перемещение ядерных боезарядов. Теперь это будут прерогативы только разведок, которые будут нам сообщать, ну или не будут нам сообщать о том, что перемещение, какое количество выпущено, какого типа, куда перемещается, где размещается. Видите, одним своим таким, ну я бы сказал, не совсем разумным, если не дурацким поступком в плане попыток разместить ядерное оружие в Беларуси. Я скажу, что не просто так, потому что, смотрите, в Крыму 8 лет Путин восстанавливает Феодосия-13. Есть там такой военный объект, называется Феодосия-13, это бывшее хранилище ядерных боезапасов Советского Союза. Они его отремонтировали и, в принципе, вот это все время, ну они там только ходили так, подкрашивали что-то, подбеливали, но он не решился привезти ядерное оружие в Крым. Его там до сих пор нет. Хотя полностью хранилище готово. Здесь они анонсируют, что хранилище будет готово к 1 июля и они туда это ядерное оружие привезут. То есть, вот такой вот шаг или демонстрация намерений. Хотя некоторые даже настроены скептически, некоторые аналитики в том плане, что это может остаться всего лишь громкими заявлениями. К тому моменту, ну даже сравнивают, что в Крыму 8 лет как ремонт уже сделан и до сих пор не загрузили. А здесь до 1 июля еще ремонт будет продолжаться, точнее строительство, а уже планы по загрузке. Но скажу так, что территория Белоруссии, на жаль, к сожалению, более подконтрольна, чем территория Крыма. Как бы это ни звучало сегодня, ну я бы сказал так, немного парадоксально, но это действительно так. Потому что при диктаторе Лукашенко Белоруссии контролируется намного лучше и сильнее, чем Крым. С Крымом очень много проблем в плане того, что это для России, имею ввиду. Что это не признанная никем в мире территория под юрисдикцией Российской Федерации. Ну и не могу не отметить, что делегация МАГАТЭ, вы знаете, что президент Зеленский встречался с ними в Днепре, по-моему, в Запорожье, извините, были у них переговоры. И Рафаэль Гросси выехал после беседы сегодня с утра колонна бронемашин типа «Тигр», точнее колонна микроавтобуса в сопровождении российских бронемашин «Тигр», это военная полиция, выехала на Запорожскую атомную электростанцию. Так что мы надеемся, что где-то с завтрашнего дня, сегодня будет они приезд, размещение, с завтрашнего дня они приступят к инспекции Запорожской атомной станции. Может быть, может быть, это приведет к каким-то позитивным результатам. Я имею ввиду того, что станция сейчас подключена к нашей энергосистеме. Я вас неоднократно спрашивал о том, что правда-неправда, что российские оккупационные власти строят подстанцию для переключения станции на российскую энергосистему. Но очень противоречивые сообщения вы прислали, трудно сказать, есть такое или нет, но видите, МАГАТЭ, слава богу, не оставляет ее без внимания. Посмотрим, что они нам привезут, какие новости с Запорожской атомной станции. Ну и, как всегда, вишенка на торте, на посошок новость, которая демонстрирует, я бы так сказал, наверное, искусство стратегии, политической стратегии Путина. Чего он добился за год войны? За год войны Соединенные Штаты вышли на первое место по поставкам нефти в Европейский Союз. Доля Российской Федерации за этот год сократилась с 31% до 4%. То есть, практически Российская Федерация потеряла рынок нефти и газа в Европейском Союзе. Об этом сообщает Евростат. Тут уже не поспоришь, данные европейские, они же и посчитали. И основной поставщик Европейского Союза углеводородов это Соединенные Штаты. Браво, Путин! Наверное, ему выпишут за это грамоту. Так что, вот такие военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. На этом мы первый раздел нашего видео закончим. Я, по традиции, сделаю паузу. Кто не подписан, приглашаю подписаться на мой канал. Не забудьте включить уведомления, чтобы вам приходили о появлении новых видео на моем канале. Те, кто пришел посмотреть это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. Это ответы на вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Подскажите, пожалуйста, почему не отказались от ствольной артиллерии в пользу реактивной? Ведь производство реактивной артиллерии проще и дешевле, чем производство ствольной. Также выстрелы Града дешевле выстрелов для Гаубис. Также современные самоходные ствольные платформы намного сложнее в производстве. Смотрите, дело в том, что, а кто же будет выколупывать противника из оборонительных позиций или рубежей? Кто будет разрушать фортификационные сооружения? Реактивная артиллерия на это не способна. Все, на что способна реактивная артиллерия, это накрыть большую площадь, открыто расположенной пехоты и небронированной техники противника. Вот на что способна реактивная артиллерия. Я вам даже больше скажу. Вы знаете, что от реактивных снарядов нет воронок. От реактивного снаряда остается насечка на траве, снимается дерн несколько сантиметров. Точно так же, как от минометной мины. Почему? Потому что заводская установка реактивных снарядов идет на осколочное действие. Если брать кассетный боеприпас для крупнокалиберных систем, систем крупного калибра реактивных, типа Ураган или Смерч, то там тот же самый эффект. Субэлементы осколочно-фугасные. Либо субэлементы могут быть в виде мин, противопехотных и противотанков. То есть они могут заминировать местность. Но, если вам надо повыбивать, допустим, бронетехнику, которая зарыта в окопах, если вам надо погасить пулеметное гнездо, если вам надо разрушить ДОТ, долговременную огневую точку, то кроме ствольной артиллерии этого не сделает никто. За счет точности и за счет мощности ствольная артиллерия способна разрушать фортификационные сооружения и выколупывать, и разрушать рубежи обороны. Ствольная артиллерия может проделывать проходы в минных полях. У нее очень большие возможности у ствольной артиллерии. Поэтому никто от ствольной артиллерии никогда не откажется. А именно поэтому, несмотря на дороговизну, самоходные артиллерийские установки делают такие высокотехнологичные, когда каждая САУ может выполнять отдельную огневую задачу, при этом каждая САУ самостоятельно своим решающим устройством или системой управления огнем, там уже целая система в ней стоит, определять поправки для стрельбы. Вводишь координаты, а она сама наводит ствол. И только нажимаешь кнопку, и ведется огонь. Какой режим огня поставил, такой режим огня и выдерживает САУ. Вот поэтому без ствольной артиллерии никуда не деться. Пытание. А чему мы не будуем оборонную споруду на реште кордонию с Белоруссией и Россией, Чернигевская, Сымска, Харьковская область? Кто он такое сказал? Мы там строим линию Мажино. От начала и до конца. Просто у нас там количество границ огромное. Там сотни и сотни километров границы. И поверьте, граница укрепляется не хуже, чем белорусская. Помните, на белорусской нам даже выкладывали кадры. Вот эта обваловка, стена, бетонный забор, колючая проволока, противотанковые рвы, минные поля и все остальное. И там и секреты, и засады, и все такое прочее. То же самое на этих же рубежах. Плюс постоянная подготовка войск в плане охраны и обороны государственной границы. То есть никто не сидит там сложа руки и не ковыряется в носу. Нет, там идет кропотливая работа, начиная от местных советов, заканчивая государственными. То есть в нашем правительстве, которая работа направлена на инженерное оборудование государственной границы Украины. Тем более, что этот проект теперь становится долгосрочным. Причем как со стороны, как на украинско-белорусской границе, так на украинско-российской границе. Это проект, я так понимаю, что на долгие-долгие годы теперь. Так что, как вот вы шутили, роем мы ров, роем. Скоро будем наполнять водой и заселять туда крокодилов. Главное, чтобы они не замерзли в таких перепадах температуры, таких сюрпризов природы, которые преподносят сегодня наша погода. Олег Владимирович, я где-то слышал, что вы раньше служили на реактивных системах залпового огня ГРАД, кроме ствольной артиллерии. В этой связи вопрос как к специалисту. Есть ли какой-либо износ в РСЗО? Так как пакет направляющих, это фактически просто 40 труб, в каждой из которых есть фиксатор снаряда и все. Или с них можно стрелять вечно, пока не прогорят. Ну, два варианта. Вы первый сказали, пока не прогорят трубы, это раз. И второе, пока штифт, направляющий штифт снаряда, который же и удерживается стопором, не протрет паз. Там есть в каждой трубе паз, который придает начальное вращение. Он на полоборота сделан вдоль всей трубы, ну, вдоль направляющей, правильно так говорить. Вдоль всей направляющей он сделал на полоборота этот паз, который придает начальное вращение снаряду. Дальше снаряд вращается за счет своего оперения, которое раскрывается по выходу. Единственное, что необходимо делать, особенно это рекомендуется делать после полного залпа из пакета. То есть, если ГРАД дает залп 40 снарядов, то по возможности необходимо проводить стяжку пакета. Есть специальный моментный ключ, там выставляется усилие его проскальзывания и стягивается пакет, там специальные гайки, как вдоль, так и поперек. То есть, в рядах и в колонах, будем так говорить. Вот, и все, и вы абсолютно правы, пока не сотрутся трубы, ну, прогореть они вряд ли прогорят, потому что там очень хорошая сталь, и только вот этот огненный хвост, он там доли секунды воздействует. Так что ГРАД практически, причем даже если будет поломана машина, я вам скажу даже другой опыт, если сломается машина, главное, чтобы сохранились колеса, чтобы ее можно было таскать на буксире. Даже если, допустим, полетит электропривод и все, можно наводить вручную пакет, есть механизмы наведения вручную. А стрелять достаточно аккумулятора 12-ти вольтового, и можно делать пуски с этого пакета. Кстати, бодрейка 4,5 вольта, срабатывает электродетонатор и поджигает маршевый двигатель реактивного снаряда. Кстати, вот эти установки ГРАД-П, партизан, они начинались, они были придуманы в войне на Ближнем Востоке, когда направляющие из пакетов ГРАД отдельно разбирали пакет, сначала переносили на земле, устанавливали, потом стали ставить их на пикапы, и вот так появилась установка ГРАД-П. Сейчас уже Хизбалла и другие террористические организации, Хамас, они уже там обросли ракетами, какими-то более-менее примитивными, и обстреливают, допустим, территорию Израиля. А раньше это было в основном вот эти реактивные снаряды, которые пускают, вплоть до того, что они пускались через обыкновенные трубы в соответствующего диаметра, с помощью вот таких примитивных вещей, как квадратная батарейка, батарейка напряжением 4,5 вольта. У меня вопрос, может ли танковый снаряд с обедненным ураном пробить броню танка из обедненного урана? Может. Обедненный уран может пробить обедненный уран. Все будет зависеть от угла атаки этого стержня и места, в которое ударит этот стержень. Если он входит под прямым углом, это самый идеальный вариант, когда вот этот стержень может входит под прямым углом в броню. Тогда у него самое большое усилие, потому что когда есть угол наклона между осью стержня и плоскостью брони, тогда, естественно, геометрию все представляют, то толщина брони автоматически увеличивается и пробить ее сложнее. Но в отдельных моментах, в отдельных местах, там где эта броня будет самая слабая или самая тонкая, да, реально этот сердечник может пробить. Следующий вопрос. Какой срок хранения снарядов 155 и 152 мм? Заранее благодарю за ответ. Слава Украине! Смотрите, если мы берем 152 это советский калибр, у нас дело в том, что хранение снаряда было, вообще любое имущество было рассчитано на 25 лет. Далее, никто же не думал, что все же думали, что страны будут мощные, экономики все будут развиваться и, соответственно, за счет боевой подготовки Советский Союз там собирался содержать полтора или двухмиллионную армию, плюс участие в вооруженных конфликтах и склады будут успевать пополняться. Поэтому 25 лет у нас, согласно, в Советском Союзе было и в Украине этот приказ министра обороны по хранению перекочевал в вооруженные силы Украины. 25 лет срок эксплуатации и 25 лет срок хранения боеприпасов. На Западе сроки хранения намного больше. Почему? Потому что у них условия хранения намного лучше. Поэтому там сроки хранения могут исчисляться и 30, 40 и 50 лет, в зависимости от категории вооружения и условия их хранения. Плюс они упаковывают снаряды намного лучше. Те снаряды, которые мы получаем, они хранятся в лотках в вертикальном положении, но в специальных хранилищах, где выдерживается температурный и влагостный режим. У нас такие хранилища строились только и применялись для специальных боеприпасов, в основном для ядерных боеприпасов. Но это в Советском Союзе. А все остальное Советский Союз всегда все упрощал. И, к сожалению, мы тоже не занимались вопросами организации строительства специальных хранилищ с температурными режимами, с режимами влажности, поддержания влажности воздуха, вентиляции и так далее. У нас в наследство остались погреба, так называемые артиллерийские погреба, то есть бункеры усиленные и защищенные, подземные, обвалованные. Есть навесы и есть открытые площадки. Вот три типа хранения боеприпасов. Поэтому у нас 25 лет и мы продлеваем, я уже рассказывал это, на основе актов технического состояния для артиллерийских снарядов обязательно отстрел партии снарядов на предмет их пригодности после осмотра комиссии и составления акта тех состояния. И мы таким образом продлили, что сегодня у нас советские боеприпасы прекрасно используются и применяются в ходе боевых действий. Скажите, пожалуйста, какие есть способы разминирования дорог, полей при наступлении танков, например? Ну я уже неоднократно это говорил, я просто вкратце повторю. Есть несколько способов. Есть механический способ и огневой способ. Ну два основных способа. Они могут быть как непосредственное разминирование контактное, так и дистанционное. Из огневых способов это артиллерия и специальные инженерные машины разминирования. В народе так называемый Змей Горыныч, который выбрасывает детонационную ленту до, по-моему, там до 200 метров. Вот она детонирует и, соответственно, там вправо-влево от нее где-то метр-полтора детонируют мины, которые установлены. И таким образом проделывается брешь и потом в этот узкий проход заходит бронетехника. Также может делать артиллерия. Прицельным огнем артиллерия пробивает проходы, вызывает детонацию мин с артиллерийскими снарядами. Точно так же проделывает проходы в минных полях. Ну и механический способ это либо идут саперы и снимают эти мины перед наступлением, либо на танке или на другую бронетехнику вешаются минные тралы, которые катятся впереди. И в случае наезда на мину, мина под ними просто подрывается, а танк продолжает свое движение. За ним идут все остальные танки. Или инженерная машина идет впереди, тоже с минным тралом. И, соответственно, кстати, нам передают инженерные машины разминирование. И я думаю, что именно для контрнаступления. Для того, чтобы проделать проходы в минных полях. Потому что россияне очень любят минировать. Минируют все, что можно только любые территории. Они сразу же стараются минировать. Надеясь этим себя обезопасить. Здравствуйте. Вопрос о минных лепестках. Скажите, с помощью чего их можно обнаружить? Если это вообще возможно? И каким образом можно очистить от них территорию? Могут ли они спустя годы уйти глубоко в грунт и уже не взрываться? Или не быть такими опасными? Или, может, они могут портиться в течение времени и сами потом перестанут взрываться? Кстати, вот эти минные лепестки, именно из-за вот этих своих свойств, что они очень живучие. Очень живучие. Именно из-за этого они были признаны как негуманное вооружение, которое калечит людей. И именно поэтому международные конвенции заставляют страны-производители таких мин делать на них самоликвидаторы, которые срабатывают через 24 или 48 часов. То есть разбрасывается минное поле, через 24 часа эти мины должны самоликвидировать. То есть подорваться автоматически. Дело в том, что мину-лепесток нельзя, практически нельзя обнаружить. У нее она пластиковая, взрывчатое вещество полностью герметично упаковано в пластик. Пластик, вы знаете, практически очень медленно разлагается. Это нужны десятилетия. Единственным слабым местом у этой мины есть ее взрыватель. Но он сделан из немагнитного металла, он делается алюминиевый. Поэтому миноискатель его может не обнаружить. И плюс ее незаметно. Они бывают там разных цветов. Коричневые оттенки. Оттенки коричневого цвета это осенний период применяется. Или зеленые. Это в летний период применяется. А разминируется эта мина только методом подрыва. Кстати, есть такое видео на ютюбе, можете погуглить, где россияне пытались, опять же, пытаясь провести очередной ПСО против наших вооруженных сил, они шарахнули вот этими минами-лепестками, засыпали Донецк. Только засыпали ту окраину, которую они контролируют. А не та, которая обращена к линии фронта. Дистанционно. А потом сами же российские военные ходили и покрышкой от легковой машины кидали в эту мину лепесток, чтобы она сдетонировала. От нее осколков практически нет. Ее главная задача это оторвать часть стопы. Даже не стопу, а просто часть стопы сделать человека инвалидом. После такого он переходит в категорию невозвратных потерь, раненый, с инвалидностью, и, соответственно, государство будет, обязано будет его обеспечивать до конца его дней. Это была концепция холодной войны, когда поняли, что солдата не надо убивать, а надо, наоборот, сделать из него, будем так говорить, нагрузку для государства. Вот тогда были придуманы вот эти противопехотные мины, и они были выполнены сразу же, стали их делать в пластиковом корпусе. Потом эти лепестки появились еще мельче, чем обычные противопехотные мины. Кстати, на противопехотной мине она из текстолита сделана, и у нее мембрана резиновая. Так что ее вообще даже незаметно. Если ее прикопать немножко, то ее вообще незаметно. Достаточно человеку наступить, и все, ногу поднять уже нельзя. Любое движение ноги с ослаблением усилия вызывает детонацию мины. Очень опасная штука, и практически не подлежит только взрыву на месте. Собирать их тоже не рекомендуется, потому что могут быть разные механические повреждения в результате ее падения, и она может просто сдетонировать в руках. Кисти рук пошматуют, пальцы поотрывают точно. Поэтому надо быть очень аккуратным. Имеет ли значение масса танков на повреждения противотанковой мины? 70 тонн, 55 тонн, 35 тонн. Масса как бы противодействия взрывной волне. Энергия поглощается и рассеивается. Или только толщина брони имеет значение? Имеет значение только толщина брони и прочность металлоконструкции, которые применяются для создания танка. Это гусеница, катки и кривошипы, на которых установлены эти катки. Потому что у катков катки одеваются на кривошип, кривошип крепится к торсиону. Торсион является рессорой. Он работает на скручивании, за счет этого опорные катки держат вес танка. Распределяется он равномерно между катками. И таким образом вес танка влияет только на его устойчивость. У всех примерно одинаково. Что танка в 70 тонн, что танк в 35 тонн. Ну, 35 это средние танки. Даже ближе к легким, наверное. 55 это предел средних танков. То, что вырывает часть гусеницы и вырывает 1-2 катка, это у всех одинаково. Что 70 тонн, что 35. А вот если танк 35 тонн, то его может перевернуть взрывом противотанковой мины. Может повредить корпус. Потому что в 35 тонн у него тоньше броня, у него тоньше швы, у него меньше устойчивость корпуса на деформацию. Естественно, у танков 70 тонн толще броня и вырвет у него 2 катка. И что, это не проблема. Поменять катки даже в полевых условиях вполне возможно. Поставить кусок трака дополнительно. Кстати, можно катки менять потом. Добавить траки просто с увеличением на каждый вырванный каток плюс 1 трак. Будет прорисание гусеницы, будет немножко криво ехать. Но при этом будет двигаться. Вот так вот можно поступать с гусеничной техникой. Но разницы нет. Характер повреждений примерно одинаковый. Единственное, что легкий танк может быть перевернут противотанковым фугасом. В тему шахедов. Вы сказали, что они программируются на определенную траекторию движения и маневры. Я думал, они управляются операторами онлайн, как наши байрактары. В таком случае, могут ли наши хакеры или хакеры наших партнеров взломать такую программу и контролировать все полеты шахедов? Дело в том, что шахеды это дроны-камикадцы. Они невозвратные. И у него нет связи с внешним миром. Он ничего не передает в эфир. Нельзя к нему подключиться. Единственное, что работает в шахеде, внешнее, это то, что у него есть антенна для приемки GPS-сигнала. Все. Он принимает GPS-сигнал от спутников, больше ничего он не излучает и не передает. Поэтому клиниться в его мозги и перепрограммировать невозможно. А вот байрактар это разведывательно-ударный дрон. И он возвращаемый. Его управляет оператор постоянно. Он не летает сам. Его можно запрограммировать. Но все равно оператор следит за этим дроном. Взлет-посадка это оператор. Маршрут движения может быть программируемый. Но все равно данные дрон передает постоянно в режиме онлайн. Почему? Потому что он параллельно пишет у себя на флешку или в холодную память. Но если он будет сбит, то естественно мы тогда не получим разведданные. Поэтому он онлайн передает данные оператору. Оператор видит то, что видит дрон. Это немножко разные вещи. И поэтому... А дрон Камикадзе? Нет, все. Он программу записали. Причем я так понимаю, что программа записывается с помощью проводного интерфейса. То есть никакого эфирного интерфейса у него нету беспроводного. Подключили шнурок от компьютера, закатали ему программу и все. И с моментом запуска дрона происходит там тумблер вкл, срабатывает. И дальше он полетел по программе. Точно так же, как вы в машине сели, нажали кнопку начать движение по маршруту в своем GPS-навигаторе. И он вам начал рассказывать, куда вам дальше ехать. Если вас не затруднит, расскажите, как производится перезарядка комплексов S300 и Patriot. Механизировано или вручную? Вручную имеется в виду задействованы несколько пар рук. Или же нажатием одной кнопки. И сколько времени на это уходит? Слава Украине! Они одинаково перезаряжаются. Они перезаряжаются контейнерами. Но если судить по вашему вопросу, то тогда они перезаряжаются вручную. Есть транспортно-заряжающая машина. На этой машине есть стрела-манипулятор. И есть несколько человек. Как правило, это два человека, которые выполняют роль токелажников. То есть они снимают сначала отстреленные контейнеры. А потом или контейнер может сбрасываться. Вот как у S300, у него отстреленный контейнер может сбрасываться с пусковой. А потом подходит ТЗМ-ка и перекладывает с помощью стрелы-манипулятора. И еще двух человек в роли токелажников перекладывает контейнеры на пусковую установку. Они ставятся в замок. И считается пусковая заряжена. Но с учетом опытности расчета, время перезарядки, допустим, батареи ЗРК С300, где-то может занимать от 30 минут до часа. В зависимости, еще раз повторюсь, от подготовленности расчета. В Патриоте это происходит кассетой по четыре контейнера. Можно менять по одному, но это сложно. Они меняют сразу кассету. Пусковая держит две кассеты, 8 штук. По четыре контейнера с правой и слева от основной направляющей. Подъезжает примерно как Хаймерс. Просто чуть-чуть это делается быстрее, чем на С300. На С300 там каждый контейнер идет отдельно. Каждую ракету надо отдельно ложить на пусковую. Здесь подъехала транспортно-заряжающая машина. Снимает контейнер. Четыре контейнера. И на его место ставит такую же кассету из четырех контейнеров на пусковую установку. То есть время немного быстрее, чем у С300. Но тем не менее требует... Но Патриот, ну в принципе С300 можно перезаряжать на огневой позиции. На стартовой позиции у них называется. Не уводя в район заряжания. Хотя можно нарваться на прилет ракеты. Или на прилет, допустим, артиллерии. Или реактивной, или ствольной, дальнобойной. Поэтому, как правило, отстреляв в задачу боевую, они уходят на перезаряжание в район заряжания. Который назначается где-то в более-менее замаскированном месте. Добрый день. У меня вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение, где нам размещать три батареи Патриот и одну батарею Сампти. Если бы вы принимали такое решение, где бы вы их разместили? Давайте так, чтобы не вступать в конкуренцию, я не генеральный штаб. Есть генеральный штаб, наш мозг и центр, они знают где размещать. Я же не вижу карты воздушной обстановки. Я не вижу аналитики, которые делают воздушные силы Украины по основным направлениям сосредоточения усилий при нанесении ракетных ударов, при нанесении авиационных ударов. Они все это видят, у них есть аналитика, они уже знают заранее. Мы еще не получили комплексы, они уже знают, куда их поставят, как они их расставят, в каком месте и так далее. Поэтому даже сейчас трудно оценить, что бы для нашего генштаба было бы важнее. Защитить, допустим, крупные города, либо защитить войска. Трудно сказать. С учетом той обстановки, которую имеем мы на сегодня, я как человек военный, я бы защитил войска. Это намного важнее и это больше даст гарантии для успеха контрнаступления. Я бы так поступил. Как поступит генеральный штаб, сказать очень и очень тяжело. Добрый день. У меня два вопроса. Какой вам больше понравится, как дроны могут взрывать зенитно-ракетные комплексы и комплексы радиоэлектронной борьбы? Если они были созданы для борьбы с дронами. Вчера было видео свежее со взрывом Тор-М2. Чего он стоял там, вообще отдыхал, если не может выполнить свою работу и помирает именно от своей главной цели? Ну, я бы не сказал, что дрон главная цель для Тора. Тор вообще-то предназначен для прикрытия войск. И вот Тор, он же, это же круг, да, переводится. Так вот, Тор, они становятся в круг и то, что находится внутри, вот они все это прикрывают от авиации и ракетных войск противника. Но, дело в том, что дрон мог лететь в мертвой зоне, там где Тор его вообще не видел. То есть, дрон мог лететь на высоте там 50-100 метров. Это мертвая зона для радиолокационной станции. Или в этой зоне РЛС, если и видит, то очень плохо, потому что идет очень сильное отражение сигнала от поверхности земли. И рассмотреть там дрон практически невозможно. Вертушку или самолет еще может быть. Но они у нас, когда видео смотришь с авиацией и вертолетами, так они вообще по земле пешком ходят. Для того, чтобы не попасть в зону действия РЛС. Точно так же и здесь. Если дрон Камикадзе, он запрограммирован, допустим, на, либо на координаты, где стоит станция РЭП. И уже до лампочки глушишь ты его, не глушишь, он не излучает ничего. Он идет строго по координатам. У него маршрут проложен и он бьет в эту систему. А еще есть дроны с головками самонаведения. И эта головка самонаведения работает автономно. И она может корректировать этот дрон. Что она делает? В ней заложены, в этой головке самонаведения, она оптико-электронная, в ней заложены стандартные характеристики цели. И вот все, что попадает в сектор обзора этой головки, там несколько градусов, может быть даже несколько десятков градусов, может быть сектор обстрела. И вот это как в фотоаппарате начинается совмещение, матрица начинает совмещать изображение. Как только она находит сходное изображение, она сразу же определяется как цель. И соответственно на последнем этапе траектории может скорректировать этот дрон или эту ракету с головкой самонаведения на станцию РЭП и на станцию ПВО. Не важно работает, она не работает. Нету никакой связи с внешним миром, нечего подавлять. Помехи стоят, эфир забит помехами. А ракете под до лампочки, потому что она не общается через внешний мир, через тот эфир, который забит именно вот этой станцией радиоэлектронной борьбы. А к Тору она могла, этот дрон мог подлететь в мертвой зоне. А потом как Джавелин подбивает танк? Он летит параллельно земли, а потом делает горку. Поднимается вверх, переворачивается и бьет в самое слабое место танка, в верхнюю полусферу башни. Все. То же самое и здесь. Дрон подходит к этой пусковой и если есть прямая видимость, значит он бьет напрямую. Если нет, он может сделать горку. А оператор уже просто физически даже увидеть не успеет, как это происходит. Вот так вот дроны поражают средства ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть нашего видео закончим. Ответы на вопросы. И у нас остается с вами третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий. Уважаемый Олег Владимирович, по роду своей деятельности общалась с финскими военнослужащими из иностранного легиона. Финны очень хорошо все помнят и понимают. Молодой человек осознанно пришел к нам воевать с его слов, дабы русская зараза не распространялась дальше. Очень восхищался тем, как воюют у нас белорусы и грузины. Только не иностранный, а интернациональный он называется. У нас легион. И они все военнослужащие вооруженных сил Украины. Да, я прекрасно понимаю, что финны помнят и свою историю. Чтят память тех, кто особенно погиб в этой войне. Не устраивает, как россияне, пляски на костях. И у них каждый день победы это повод веселиться. А то, что 50 миллионов положили во Вторую мировую, это не повод, чтобы огорчаться. Учитывая то победобесие, которое устраивает в Российской Федерации каждый год на 9 мая. У меня в Херсоне живут родные. Ежедневно связываемся и первые, о чем спрашиваем друг друга, как прошла ночь и какая обстановка днем. Обстрелов стало немного меньше и морально они оживают. Спасибо нашим защитникам. Храни их Бог. Поправочка. Видеорегистраторы в Украине не запрещены. Есть ответственность за фиксацию блок-постов, перемещение военной техники и выкладывание этого в сеть. Все остальное не наказывается. Да, спасибо за уточнение. Каждый день ждем новости. Нам кажется, что они хорошие. Иногда смотрим Рашкина ТВ про их собачий лай и ложь. Конечно, ситуация на огненной дуге тяжелая. Мы люди гражданские. Хотя вы нас научили в калибрах и в градусах по артиллерии. Верим в перемогу Великой Украины. Рашкина ТВ настолько искажает ситуацию. Спасибо за информацию. Из Казахстана. Вот такие вот комментарии у нас приходят. Слушаю вас постоянно. В каждой новости слышу, как западные чиновники шатаются с одной стороны в другую. То Украина должна победить, то Украине нужно садиться за стол переговоров. Вывод можно сделать один. Пока все мирное сообщество в очередной раз не побывает в аду Третьей мировой, в мире не будет спокойствия. Я вам еще больше расширю вашу мысль. На мой взгляд, очень многие... Почему такое метание? Вот они там... Смотрите, западная пресса. То они пишут, что мы не готовы к наступлению. И, наверное, это все растянется на долгие годы. И вряд ли мы сможем освободить наши территории. Через неделю, ровно через неделю, то же самое издание пишет. Все, Украина в этом до конца года выходит на государственную границу. Всех громит, всех побеждает. Всех все и вся. Ну, во-первых, это зависит от автора. А второе, вот автор, который первую новость распространяет, мне кажется, он из того списка, который вот все мы никак не дождемся. Видите, польская МВД не стала оглашать список коррумпированных Россией чиновников Евросоюза. Христо Гроздев обещал там 600 фамилий список, а был огласить то же самое. Ну, и другие там некоторые организации тоже обохвастались тем, что у них есть списки коррумпированных чиновников в Европе и западных странах. Ну, так мы списка и не увидели. Но, тем не менее, вот эти волны накатывают одна за другой. Не успеет первая волна откатиться, как следующая уже идет. То у нас все хорошо, то у нас все плохо. И мы уже сами не знаем, куда нам метаться. А надо просто идти своим путем и готовиться к контрнаступлению. Добрый вечер, мы из Вашингтона. Ну, так просто и лаконично. Молодцы, спасибо. Ой, не дождетесь. Даже мысли такой не допускаем. Всем мира и добра. Олег, поднимался при СССР вопрос о возврате Японии спорных островов. 19 октября 1956 года СССР и Япония приняли Московскую декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами. А также фиксировала согласие СССР на передачу Японии островов. Хаба-Маи и Шикотан. Но только после заключения мирного договора. Однако, далее дело не пошло. Да, я знаю, что декларация не вступила в силу. Ее, кстати, даже практически сегодня никто и не вспоминает. Здравствуйте. Спасибо за информацию. Привет из Ростова-на-Дону. Адекватные русские с вами. Ну, вот такая вот. Никакие злодеи и преступники не натворили столько зла, не пролили столько человеческой крови, как люди, хотевшие быть спасателями других народов. Ну да, от кого нас пришли вы спасать? От самих себя? Доброго дня. Нещодавно дивился ваше відео, где вы озвучили питание слухача щодо мобилизации чоловьев 60+. Так я можна, та як можна им допомогти? Так от, сегодня натрапила на электронную петицию. Само за цією темою. И суть. Всім, кто мает желание и позитивные показники медической комиссии, подождите призов граждан Украины до ЛАВ ЗСУ до 65 лет. Если мы максимально сгрупуемся, то есть все шансы данной петиции потрапить на розгляд президента Украины. Привет из Запорежья. А оркам не дождитесь. Так что ищите петицию на сайте президента и подписывайте, чтобы он ее рассмотрел. Спасибо вам, скорейшие победы вам, украинцы, Литва. Правда, набрано латинскими буквами, но я справился. Так вот, таких соседей не надо. Забор до космоса построить, чтобы даже не видеть их. Ну, тут я с вами согласен. Величезна подяка нашей ППО. Киев. Ну, Киев, да, знает, что количество дронов, летевших и сбитых, соотношение самое лучшее за последнее время. Практически 90% было сбито. Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте мы закончим с вами сегодняшнее видео. Завтра видео не будет. Будет, я возьму один день выходной. Вот. Ну, а в общем, благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Я, кто не подписан, приглашаю, подпишитесь. Не забудьте. Поставьте, включите уведомления о новых видео. Кто подписан, поставьте лайк этому видео. И посмотрел его для того, чтобы его могли увидеть и другие люди. Их было как можно больше. Большое спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу. Ну, а мы с вами продолжим уверить и Збройным Силам Украины. Перемога наша. Слава Украине.